всех приветствую мои родные любимые и сердце моему дорогие христолюбчики братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю вашей жизни всего самого доброго благого и хорошего чтоб все у вас было и ничего вам за это не было сегодня такой ролик сегодня 15 февраля 2020 года у православных сегодня празднуется такое событие или праздник как хотите да как среди не господни среди не господину обрезание да это тот день когда дева мария с иосифом со своим обручником принесла младенца иисуса в храм и его по еврейскому обряду в рама хотите исаак иакова моисей его должны были обрезать крайнюю плоть этого ребенка бога явившегося во плоти которого я исповедую и почему ты может быть я такой тупой недалекий может быть кто-то в комментариях мне напишите объясните почему православные решили праздник среди не господни назвать ну или приурочить или параллельно так скажем его состыковать с днем православной молодежи него прозвали есть честно никакой связи не вижу разбираться в этих бредных я сам не стал естественно никакого желания нет именно сегодняшний ролик я хочу посвятить сейчас объясню почему я вообще решила записывать именно и разбираться не стал почему они назвали его днем православной молодежи потому что знаю православие там никогда никакой логики и здравого смысла не найдешь вот обычно это около церковной бабушкина богословия вот предание старцев неизвестно каких неизвестно откуда неизвестно что они понапредали понапередали понасочиняли разбираться в этой каше на самом деле гиблое дело пустое никчемное занятие но на основе есть почему я давайте тогда сразу перейдем к тому почему я решил записать этот ролик я был на кухне готовил себе трапезу и моя бабушка 95-летняя которая живет так скажем на кухне потому что она уже практически не ходит там мы ее кормим но папа за ними приходилось присматривает мой и ее сын но я так скажем на подхвате если что за ними двоими и я готовил кушать но бабушку как она это периодически делает смотрела телеканал спас вот ну когда праздники большие ли что-то на утом смотрит вы сможете я думаю в интернете не сложно найти проповедь патриарха их него православного патриарха кирилла главы так скажем рпцмп на сегодняшний день на 15 02 2020 на средне господня она смотрела этот телеканал спас и по нему была проповедь патриарха я записываю этот ролик не с целью там осмеять патриарха я вообще не люблю не люблю а считает неправильным естественно этого не делаю поэтому не люблю даже об этом говорить и не люблю когда делал другие там поносить кого-то позорить тем более за глаза тем более когда человек тебе ответить не может вряд ли патриарх кирилл посмотрит этот мой моё видео да вот я лишь просто делаю отсылку чтобы вы могли я даже не стал его искать наверняка он есть или на том самом телеканале союз на youtube или на сайте это будет выступление у проповедь либо еще как-то можно просто в поиске в ютубе или в яндексе забить и наверняка вам попадется этот видео вы можете его посмотреть мне достаточно ну так как и нельзя естественно в своих видео ролик все это включать я буду так скажем пересказывать эту проповедь и хочу дать на основании нее некий свой такой комментарий мысли к размышлению особенно православных людей вот когда он говорил свою проповедь ну естественно там шла служба патриарх кирилл говорит в миру гундяев да говорит свою эту проповедь во-первых я села похвалю да конечно он мало молодец в том плане что он всегда все свои проповеди в основном говорит не по бумажке это всегда похвально я люблю таких людей одаренных даром словом мудростью неважно на что он ее на добро или на зло употребляет в данном контексте ну действительно когда человек талантливых в чем-то в любом случае он вызывает какое-то восхищение внутреннее уважение и прочие подобные вещи да может быть даже добрую зависть к талантам этого человека и вот конечно в своей проповеди так как ну как и я вот говорю почему я тут я его как раз не не укоряю наоборот ну я просто скажу свое мнение конечно он туда в эту проповедь попытался всунуть все что можно нельзя так как они приурочили игры это событие евангельское историческое об обрезании господа и бога наш иисуса христа который воплотился явил себя по обряду праотцов еврейских был обрезан приурочили его и до сих пор понять не могу на каком основании к празднику православной молодежи я уже разбираться в этом не стал как он сказал понимать что это просто там концов все равно не найдешь и разная православие тоже какая связь иисус вообще младенец уж то что обрезание там православные кто знает это делают параллель с крещением ни для кого не секрет как они встретили господни ассоциируют еще со встречи человека с богом как симеон как он называет богоприимец встретился с младенцем иисусом так типа каждый встречается с богом но сами же в своих проповедях тем более пока я там готовил трапезу еще некий видимо там настоятель монастыря выступал да и они ну и какие-то нарезки там были я все слышал бабушка очень громко тем более включает наш конечно глуховато уже на дно ухо она у меня с детства как она говорит глухая я все это слышал естественно среди не оппозиционируют с православием вроде как прежде всего ну после самих фактов события этого духовного так это как встреча человека с богом да ну что значит православная молодежь если вы праздновали всех неофитов да вот встреча человека с богом неофита может быть ну как это кто знает что и слово обозначает то есть но недавно уверовавший не давший недавно принявший неважно какую ветвь христианство православия католиков протестантов или еще какую самую лютую секту и не лютую маленькую или крупную если бы это был праздник всех неофитов я бы еще понял но это вы знаете я никак не пойму вот я специально вам иллюстрации всегда тоже стараюсь пока сопровождать они всегда говорящие больше даже говорит чем порой слова ну какая здесь связь одно дело младенцем был бы человек который встречает можно было бы аналогию провести а тут наоборот бог маленький до младенцем а тот кто с ним встречается это старик какое отношение вообще к молодежи все это имеет под молодежи кто знает ну хотя бы подразумевается возрасте не знаю а совершеннолетие в разных странах он пусть колеблется но пусть это 16 тире 30 это все называется но образно игру мог конечно цифры варьироваться у каждого свои понятия тут даже официальная информация как таковой сложно найти да ну пусть это 16-30 это то что это не отрочество это уже не зрелость это 16 15-30 возьмем более-менее круг круглые числа кратные пяти да вот вы на этой иллюстрации на фиксированной картинкой этого исторического события видите кого-нибудь в возрасте от 15-30 ну тут еще конечно есть иосиф правда на картинке он показан молодым не соли но он вообще-то был старцем но мне сама нравится вот эта вот иллюстрация она более яркая такая тем более не люблю эти там православные иконы на которых непонятно все какое не буду их обижать ладно с их иконами вот мне вот эти иллюстрации более близко несмотря на то что они тоже зачастую коверку это саму просто истину я здесь никого не вижу от возраста от 15 до 30 и поэтому для меня вообще загадкой игру ну пожалуйста кто сможет мне отдать кто-то из православия может вышел или сейчас все находится на каком основании какую общую связь могли провести реальную связь которую вы сами кстати исповедуйте я вот как бы хотел вы сами-то исповедуете праздник обрезание господня иисуса христа младенца с праздником православной молодежи какая связь как можно вообще ассоциировать вот вы православный человек вы молодой православный человек как у вас в голове стыкуются эти две вещи православная молодежь и что-то ты можешь из этого евангельского события как-то состыковать где ты где ты что значит встреча человек может быть вырос православной семье с детства и причем в такой не в какой знаете там по воскресенье папа по раз в год на пасху там куличи посвятить нет может быть действительно там родители закоренелые православные вырастили в этом своих детей опять же они их вырастили в этом какая просто связь ведь они горитовсты и причем вот им кто слышит их не проповеди на обрезание на среде на этот праздник они все говорят о встрече человека с богом что это значит и почему только молодежь я говорю почему-то почему к молодежи привязали а другие кто встретил в 35 в 40 в 50 а кто в 10 это не молодежь все-таки это еще отроки может может быть юноша или девушка в 10 лет как-то повстречали бога в 12 в 13 все может быть может быть это ребенок еще утрак молодежь это осознанно это такой осознанный человек но действительно ну первая ступень осознанности да потом зрелость престарелось старость так назовем я так не пойму к чему тут вообще праздник православной молодежи лишь бы вот знаете повод найти я вот как нет повода не выпить да как раньше говорили не вот что-то православие вот это вот напоминает нет повода не выпить потому что если это встреча человека с богом верю то симеон явно не молодой человек ну и там к патриарх кирилл и про семью чет понес и семья и встретить семью и семья без бога но в общем все туда все что можно было в эту проповедь свою он что-то понаставлял но я хотел бы не об этом поговорить он когда говорил о симеоне при богоприимция сам он конечно же упомянул об этом что это всего лишь предание что такое предание у меня на канале много видео кто меня постоянно конечно смотрит уже их посмотрел кто нет рекомендую обратиться что такое предание ну бабьи басни это даже не свет кто знает это даже в православии не считается учением святых отцов там преданием каким-то там церковным они даже сами как бы предание ну предание церкви но они не в смысле как они это они как бы предание они делят предание на предание так скажем святых отцов учения святых отцов и сами делят как бы на такое Но предания в другом контексте, я вот даже сам, хотя я сам в православии практиковал несколько лет, они одни и те же слова употребляют, то есть даже не разделив их. Но при этом говорят, что есть предания такое фольклорное, бабьи басни. Реально они сами об этом говорят, да, потому что это нигде не записано вообще нигде зачастую. Зачастую это записано в тех же самых апокрифах и всем, допустим, многим христианским веткам известным, в интернете везде опубликованных, имеющих там какие-то древние рукописи, оригиналы, но при этом сами их не признают, но оттуда много чего взяли. И вот это они сами называют каким-то таким преданием церкви. И знаете, отделить эти два слова, когда говорит проповедник православный, можно только по интонации и по контексту, потому что они как бы не говорят, что есть фольклорное или бабье предание, да, ну, может, женщина обидится. Это, ну, сам Павел, вы помните, употреблял такие фразы, когда писал свое письмо к Тимофею. Бабьих басен, отстраняйся, да, вот, сплетен этих всяких. Ну, тут даже дело не в сплетнях, а именно в баснях, когда вот все, что придумывают, исторические события, просто на ровном месте, что только не понапрепишут. И вот я-то с этим знаком. Я, конечно, то, что услышал патриарха Кирилла в миру Гундяева, я, конечно же, все это знаю. Я вот хотел, говорю, ролик записать, вот, показать лишний раз, причем, говорю, неважно, кто это, патриарх Кирилл говорил. Нет, я сейчас говорю об абстрактном, представьте проповеднике, на него я сослал столько, что и цели, чтобы вы могли в оригинале послушать эту проповедь и тоже абстрагироваться от того, что даже, если вы хотите, так скажем, проанализировать с критикой эту проповедь, тогда абстрагируйте, что это там патриарх. Вы не его судите или осуждайте, как это любит, это словосчитание, эту заповедь Иисуса, якобы ни о ком, ни о чем не судить, полностью перековеркали. Иисус говорил не осуждать человека на смерть. Вот о чем он говорил. Не выносить смертного приговора человеку. Именно эту заповедь он исполнил, когда к нему привели женщину, взятую в прелюбодеяние. Судить обо всем, обо вся, сам Иисус это делал и нам это заповедовал. Он говорил, судите судом праведным, что хорошо, а что плохо. А человеке, что он делает хорошо, а что плохо. Он сам к себе говорил, чтобы люди это применяли. Говорит, посмотрите на мои дела. Если они худы, тогда я худой, да. А если они добры, как вы называете меня сыном Вильзевула, поклоняющимся, если мои дела добры. Он сам призывал их судить, просто праведно, дела человека. Если они добрые, то и человек добрый. Злые дела, злой человек. А запрещал Иисус осуждать на смерть человека. Выносить человеку смертный приговор. А судите, он обо всех судил, вы сами прекрасно знаете. Говорят, что не говори о человеке дурак, безумный, глупый. Сам говорит безумные, слепые, вожди слепых. Причем говорит это в толпу, где стоят эти слепые. Но это ладно, это мое уже отклонение. И вот о чем говорит патриарх Кирилл. Многие это знают, предание, да? О том, что Симеон, богоприимец вот этот некий. Это один из тех людей, один из тех мужей, мужчин, которые, кто знает, за несколько веков до Рождества Христова. Еврейский канон, тот, который мы сейчас имеем, Библии, Писание Ветхого Завета, который собран нам во всем известных нам Библиях. Библии, как хотите. Ну, в Библиях разные есть издательства, разные переводы. Их переводили, так называемый, субтуагинт, кто знает, это называется. Их переводили якобы 70 человек, 70 мужчин. Перевод этот был заказан неким египетским фараоном, как хотите, царем, да. Он собрал 70 переводчиков, знающих, естественно, еврейский, греческий язык. Все, кто знает, ну, ладно, я фразу эту больше не буду употреблять, кто знает, кто не знает, 70 этих мужей были распределены по комнатам, по два человека. И они переводили одни и те же тексты, потом сравнивали, чтобы все было точно. Потому что, если кто-то не туда уклоняется, чтобы можно было найти истину. Таким образом, у нас и появился Писание Ветхого Завета в греческом переводе, да. Именно поэтому считается, что, ну, все это было по Божьему промыслу, чтобы евреи, когда полностью по истории мы знаем с вами того же самого Евангелия, книги Деяния Апостолов, Писаний и вообще истории человечества, Нового Завета, что евреи полностью через буквально поколение, через 20-30 лет отваливаются от учения Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти. И чтобы они все это не скользили, те же самые Ветхозаветные Писания по Божьему промыслу было сделано так, что они были переведены еще до Рождества Христова на греческий язык. И якобы один из этих мужей, это Симеон, богоприимец, якобы который прожил, как мы видим с вами, получается, больше, там, чуть ли не 200 лет. А почему он прожил столько лет? И вообще, почему он был этим богоприимцем? Ну, якобы. Вот я говорю, почему я, еще и ссылаясь на Кирилла, не потому, чтобы его там похулить, а посмеяться. Я надеюсь, вы меня поймете, даже если меня слушают православные, даже упертые православные, все-таки наберутся терпеть дослушать этот ролик до конца, если их интересует, конечно же, истина, прежде всего. Не просто слепая ложь, в которую они верят, а если их интересует истина. Я здравую критику в комментариях, мысли всегда приветствую. Плюс, более того, я для всех, в отличие от высоких патриархов, еще кого-то открыт, мне можно позвонить по скайпу, можно публичную даже беседу выложить, если вы имеете что-то мне сказать, опровергнуть какие-то мои мысли, наставить меня уму-разуму, но только действительно правильные вещи рассказывать. И здесь то же самое, я ссылаюсь на Кирилла, на патриарха Кирилла Нагундяева, только для того, чтобы вы поняли, что это не я говорю, и чтобы вы не где-то еще искали, а прям вот послушали, сегодня суббота, субботнюю проповедь на 15.02.2020 Кирилла Патриарха на Сретене Господнюю, я уверен, она будет в Ютубе. Я ее не хочу не искать, свое время тратить, причем это было буквально час назад, скорее всего, еще может быть нету просто выложенной, ее же транслировали, это была прямая трансляция по Союзу, я покушав, решил сразу вот это свое видео записать. Какова же цель была, что Симеон Богопримец прожил столько лет? И как говорит патриарх, якобы передавая вот такое вот фольклорное предание своей же православной, якобы христианской организации, он говорит о том, что, как я говорю, являясь лицом церкви, являясь голосом этого предания, и я знаю, что он действительно, это нечистый, ну как это, просто он же и свои мысли бывает высказывает, я к чему говорю, что он высказывает предание православной церкви, и здесь он высказывает его правильно, мы сейчас просто будем другой вопрос разбирать, насколько оно само, это предание, правильно. А передает он его, пересказывает, в любом случае это говорит Кирилл, значит он говорит своими устами, он может что-то исказить, Но он сказал все правильно. Он рассказал предание православной церкви о том, что считается, что этот Симеон прожил столько лет только потому, что он, переводя книгу пророка Исаии, 8-9 главу, усомнился. Итак, мы с вами открываем эту книгу, 7-ю главу, вернее не 8-ю, а 7-ю главу книги Исаия, из 13-го стиха мы читаем. Тогда сказал Исаий, слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, вот Дева в очреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. И вот якобы этот Симеон богоприимец, переводя эти места самого книгу пророков, и на этом месте он приткнулся, и он не мог поверить, что надо перевести и что это вообще приняла девственница. И он перевел, написав молодая жена. Якобы Бог, во-первых, Бог якобы закрывает ему уста, и он 200 лет не разговаривает. Откуда они все это берут, я говорю, они сами не знают. Просто обычный фольклор, обычные придумки. И якобы этот богоприимец Иосиф доживает до времен встречи с младенцем, богом, явившимся во плоти. Якобы для того, для чего? Для того, чтобы он убедился, что этот младенец рожден действительно от Девы. Что я хочу сказать по порядку. Я сегодня вам не буду все рассказывать по пророку Исаию. На день выхода вот этого видео, если вы посмотрите, у меня через три месяца уже записано, просто там у него выкладывается по порядку. На моем канале, одном из моих каналов, не на этом, где это видео, сейчас вы смотрите Христолюб, проповеди или голос, выпивающего в пустыне. А на другом моем канале, ссылки все найдете в описании к этому видео. Называется он Христолюб, Библия и иные писания, ну или чтение Библии и иных писаний. У меня есть полностью записана Библия со всеми чтениями, последовательно с комментариями. В частности, у меня же уже записана книга пророка Исаия, о которой мы сегодня говорим. Но единственное, она еще не выложена и не опубликована, потому что там у меня идет все последовательно. Там только начали публиковаться первый пророк, с которого я начал публикации. Это книга пророка Ионы. И потихонечку, на день сегодняшнего выхода, вы лишь в мае увидите выход книги пророка Исаия. Ну, кто-то будет отсмотреть ролик через потом время, уже, естественно, все будет опубликовано. На этом канале Христолюб, Библия и иные писания вы сможете найти книгу этого пророка, плейлист, где собраны все последовательные видео. Я, естественно, рекомендую посмотреть не только главу, где вы найдете вот это вот место, а, естественно, как любую нормальную книгу, надо читать от корки от корки. Причем не справа налево, не сзадо наперед, а слева направо сначала до конца. Прежде чем дойти до седьмой главы, до этого места, где это написано, и прежде чем на нем завершить, а на нем завершать ни в коем случае нельзя, это место нужно дочитывать до девятой, включительно, как хотите, или до десятой главы, чтобы понять вообще, о чем там идет речь. Но я все-таки позволю себе кратко сказать, конечно, там вы узнаете все об этом месте, об этом так называемом мессианском пророчестве. О чем говорит патриарх Кирилл и православное предание православной организации? О том, что якобы Симеон не поверил, что это дева. Я вам сразу скажу, что это ложное, вы знаете, православное предание, оно само по себе настолько извращенно заковырканное, потому что, давайте я сразу скажу вам, в пророке Исаии речь прямо идет. Во-первых, кто в курсе, речь идет о пророке, о самом пророке Исаии. Исаия после этой, во-первых, как вы видите у меня на экране, это достаточно большая речь пророка Исаия, она ни в одном стихе, ни в двух. Это сам пророк Исаия. Давайте я все-таки кратко скажу, расскажу контекст. На Иудею нападают их братья Израиль, евреи, десять колен, вместе с сирийским государством, с войском сирийского царства. Но Господь через пророка Исаия, народы иудейскому, кто знает, в то время Иудеи и Израиль были разделены на десять колен на северное государство и на полтора колена на южное, потому что одно колено было пополам вырезано собственными братьями в свое время за гомосексуализм. Пророк, Бог через пророка говорит, когда эти войска шли, собственные братья евреи, десять колен и сирийцы, Господь говорит иудейскому царю и всему народу, что если вы покаетесь, все будет хорошо. И вообще, в любом случае, если вы не покаетесь, в этот раз я отведу эти войска, но если вы не покаетесь, в оконцовке вы пойдете, кто знает, в Вавилонский плен, куда был уведен Израиль через некоторое время. Но чтобы вы покаялись, я даю вам знамение, что я эту беду сегодня от вас отведу, и ваши братья, вот эти десять колен Израиля, и сирийское войско, в котором они находились в союзе, не нападут на вас и ничего вам не сделают, хотя они уже окружили Иудею со столицы Иерусалима и сидели уже там в горах, в ущельях, уже собираясь напасть. И Господь говорит, чтобы вы поверили, что это от меня, и все-таки раскали в своих грехах и стали жить нормально, я дам вам некое знамение. И тут мы видим дальше речь Исаии. И, как я вам и говорю, обратите внимание, что это речь целиком. Давайте прочтем дальше. Нарекут ему имя Иммануил. Давайте с самого начала. Тогда сказал Исаия. Я вам предысторию рассказал. Господь говорит, какое знамение. Знамение это не в двух стихах, которые все любят цитировать. Знамение это во всей вот этой речи Исаии. Какое же будет знамение? Знамение не в рождении обычном. В книге Исаии говорится не об Иисусе, а о сыне Исаии, которого он, не он, но правда, это дева-пророчица, зачнет от Исаии и родит. Обычным образом. И то, что она дева, ни у кого нет сомнения, потому что в израильском народе, если женщина выходила замуж без девственности, ее побивали камнями. Поэтому то, что патриарх Кирилл, цитируя свое православное предание, пытается убедить своих слушателей в том, что вкладывая в голову вот этого Симеона, богоприимца, что он не поверил, что здесь написано «дева, девственница примет», то это вам патриарх Кирилл вместе, цитируя свое православное предание, заведомо вложил ложь в голову. Потому что переводчик, который переводил вот этот, допустим, это действительно речь идет об этом Симеоне, богоприимце, он, переводя это место, у него никаких не могло нормального человека, тем более, если этот человек был праведный, возникнуть в голове мысли, что, во-первых, он переводил непосредственно, прежде всего, книгу пророка Исаия. И сейчас, и дальше в восьмой главе будет описано, как пророк Исаия войдет к некой деве, возьмет ее, так скажем, в жены себе и войдет к ней, ну, надо объяснять, как мужчина входит к женщине, и она зачнет обычным человеческим способом. И это обычная женщина, и она действительно была девственницей, как любая нормальная женщина, выходящая, должна быть любая нормальная женщина, выходящая замуж и пускающая к себе на ложе мужчину. У Симеона, богоприимца, никакой мысли о том, что это дева, не дева не было. Более того, само знамение состояло абсолютно не в этом. Вам заведомо, я хочу сказать, православным, я почему, вы вдумайтесь в то, что я сегодня буду говорить, конечно же, я говорю, я сегодня кратко, как у меня это не получается, я в час уложусь. Но чтобы полностью понять все это, вам придется вместе со мной прочитать книгу пророка Исаия. Но я все-таки попытаюсь, мне хочется это сделать, сделать за час, да. В чем же состояло само знамение? Давайте прочтем речь Исаия. Слушайте же дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей? Что вы хотите затруднять для меня Бога? И так сам Господь даст вам знамение. В чем же знамение? Оно разве в том, что женщина зачнет ребенка, это вообще-то нормально, когда мужчина входит к женщине, женщина получает от мужчины семя, она, ну, по-хорошему, должна забеременеть. В этом знамение, в этом было великое знамение, или в том, что она была девственницей. Разве то, что мужчина, беря женщину в жены, это, знаете, да, может быть, в современном мире кажется дикостью, а вообще-то это норма, что мужчина выходит, молодой человек, может быть, мужчина женится на женщине, и она девственница, вы знаете, это не чудо, это не знамение. В чем же знамение? И так сам Господь даст вам знамение. Вот дева, девственница, во чрево, приимет, кстати, она принимает не от Духа Святого. Здесь речь не об Иисусе Христе. Приимет во чреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет, разумеет, отвергать худое или доброе. И вот в чем знамение. Знамение-то не в том, что некая женщина родит ребенок, а знамение в том, что ибо прежде нежели этот младенец будет разумевать, отвергать худое и избирать доброе, земля-то, о которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. Дальше можно не читать. Можно, конечно, все читать, но для этого я уже сделал вам отсылку на полноценное чтение книги пророка Исаии. Вы знаете, я много раз говорю о том, что самый первый корень всех извращений истины, особенно когда люди эту истину строят на писаниях Ветхого и Нового Завета, всем известного собрания книг под названием Библия, хотя получается тавтологичное определение, потому что Библия переводится как библиотека, собрание книг. Но у нас уже это стало именем собственным, поэтому собрание книг под названием Библия самым первым искажением всего, что там есть, является просто вырыванием стихов из контекста. Точка стоит, даже вот в синодальном переводе, которым пользуются православные, точка стоит только после 16 стиха, когда он заканчивается. Дальше и то можно было бы запятую поставить, потому что, кто видит, 17 стих начинается с местоимения «но». Перед «но» вообще-то запятая по-хорошему должна быть. Но даже это мы оставим. Знамение состояло в том, Бог мог сказать простым, понятным способом. Через не пройдет и год, и знаете, как говорят в народе, не прошло и полгода. О, вернулся, не запылился, и полгода не прошло. Вот я вам пытаюсь русским, фольклорным, народным, простым, человеческим языком донести эту истину, для которых многих оказывается великой тайной. Ибо прежде нежели этот младенец будет, разумевать, отвергать худое и избирать доброе, когда начинает человек осознавать свое бытие. Вот родился маленький ребенок. Во-первых, она должна зачать. Она должна выносить этого ребенка. Она должна его родить. Этот ребенок должен начать вырастать. И уже когда мы воспитываем, уже в два, в три года, ребенок уже четыре, уже понимает, что такое хорошо. Мы же объясняем своим детям. Он начинает дурачиться, начинает что-то плохое делать. Мы объясняем, что это делает, не делает. И причем, так как, видимо, Господь специально не дает точных цифр, он дает вот такие историческими событиями. И знамение, как вы видите, заключается в том, не в том, что примет Дева. Во-первых, она не от Духа Святого, написано, принимает в Исаии. В том, что она Дева и принимает мужское семя, вообще нет ничего знаменательного. Знамение в том, что сбываются слова Божьи. Что иудейский народ, по-хорошему, должен быть разграблен и чуть ли не уничтожен собственными братьями и сирийским войском. И знамение в том, что Господь их сбережет от этого, дав им в этом знамение. Во-первых, знамение в знамене. Первое знамение, то, что это все сбудется, Он говорит, я отведу от вас. Для вас это будет знаменем, что все это сбылось. Что к вам пришли враги, так скажем, вас поработить. Я вам дал знамение, что они не поработят вас. И раз вы все это видите, что они действительно вас не поработили, третье, то покайтесь. Потому что в следующий раз, когда к вам подойдет ассирийское войско, вавилонское войско, я уже тогда за вас не заступлюсь. И вы будете разграблены, разбиты, умершвлены. И часть из вас будет уведена вавилонское пленение на 70 лет. Вот в чем знамение. Я надеюсь, я до вас это донес. Причем это все написано прямым текстом в книге пророка Исаии. Причем это я просто вам своими словами специально, чтобы чуть-чуть попонятнее, тогда проще было все прочитать. Я вам рассказал, что было до этих стихов. В седьмой главе, в шестой, в пятой, где Господь рассказывает, ну, пророк, Бог через пророка говорит, что с вами будет, что вот уже войско идет, вот оно сидит. Я дам, в этот раз я вас не отдам на растерзание. Ну, чтобы вы покаялись, потому что народ грешный, они там творят беззаконие. И он говорит, и в принципе, все это по вашим беззакониям, но я даю вам еще шанс. Вот в чем было знамение. В чем мог сомневаться пророк Бога, не пророк, а Симеон Богопримец? В том, что Исаия войдет к обычной женщине. Давайте, чтобы вы утвердились в моих словах, я все-таки вам прочитаю дальше восьмую главу. Мы пропускаем всю эту длинную речь Исаии, хотя пропускаем, к сожалению, и надо читать. И сказал мне Господь, возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом. Магер шала хашбас, спешит грабеж, ускоряет добыча. И я, Исаия, взял себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию сына Варахина, и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. Это чтобы вы убедились, что речь идет не об Иисусе здесь, в первую очередь. Да, христиане духовно проецируют это пророчество на Бога, пришедшего во плоти, но я вам в оригинале все зачитал. Во-первых, не написано, что она зачита будет от Духа Святого. В том, что вообще девственница, никто не спорит, что Дева Мария была девственницей, никто не спорит, вот кто здесь поспорит, что Исаия входила к женщине при двух свидетелях, при двух священниках, что она была девой. Никто в этом вообще не сомневается. И велико ли тут чудо, и велико ли здесь вообще знамени? Нет. Так значит, мог Симеон Бога примет, сомневаться, что Дева примет семя? Конечно, нет. Православные сами себя обманывают. Они из угоды подтянуть под какие-то свои лживые истины, как что-то, готовы просто все извращать. Вы же вот это просто слушаете. Я к чему хочу, к православным особенно, обратиться. Я к другим хочу, кто будет смотреть этот ролик, чтобы вы просто научились анализировать то, что вы слышите. Я, в принципе, моя конечная цель этого ролика – научить вас вот на этом примере, как надо анализировать информацию. Мы же этого нигде не читали. Вам некий человек, в данном случае патриарх православной церкви московского патриархата, говорит вам все это. Он кратко, как пуля просвистела, что это предание. Мы из предания знаем. И дальше он долго, вы уже забыли, что он эту фразу вначале вроде бы якобы скрипичность ключ поставил. Но вы уже слушая эту песню, словины эти все слоги, вы уже забываете о том скрипичном ключе, который в начале всей этой мелодии стоял. Вы уже воспринимаете очень долго вам влагаемую в голову лживую информацию. Хотя, несмотря на то, что в начале стоял истинный ключик, это лишь бабьи басни. По-хорошему ему надо было бы так сказать. Потому что это никаким преданием не является. Никто за это предание поручиться не может. И второе. Ведь там предание на предание. Я говорю, я бы с радостью на такую тему, вот был бы патриарх Кирилл доступен каждому, я бы спокойно с ним встретился, или вот по скайпу хотя бы. Мы бы обсудили эти вещи. У меня на каждом его слове у меня вопрос возникает. Ведь предание также говорит, что Дева Мария не имела больше детей. Никто на основании даже этого Евангелия. Я бы разговаривал с тем же самым патриархом Кириллом, или с любым оппонентом. Ну, я уж так высоко, это я подшучиваю, конечно, сами понимаете, где я, где патриарх Кирилл. Но даже если кто-то из вас захочет мне, православных, простых, смертных, позвонить, пообщаться, пожалуйста, у меня сразу куча вопросов, я вам готовьтесь на них отвечать. На основании Евангелия вы никогда не докажете, что у Девы Марии больше не было детей. Более того, я точно так же на основании того же самого синодального вашего перевода могу указать вам, где написано, что Иисусы были братья и сестры. Там не написано, что они были неродные какие ему, или еще как-то там. Там написано прямо братья и сестры. Нигде вы не сможете объективные аргументы доказать, объективными аргументами показать, естественно, цель ваша доказать мне, что Мария больше не имела детей. От Иосифа того же самого. Нигде вы никогда не сможете это. Что она... Второе, что Дева Мария считается, что Дева... В том, что она была Девой, я ни в коем случае не сомневаюсь. Как я могу сомневаться? Нормальная женщина, тем более вот именно Бог... Хотя вы знаете, Бог мог и от блудницы родиться. Специально, как всегда, в перекор всем этим клише. Да, и от блудницы быть святым. И кто знает, не зря его родословное в Евангелии перечисляется, и там далеко не святые люди. Вот. Но при этом я верю... Причем есть еще такое, как прото-евангелие Атакова, кто знает, который я, да, мне кажется, нормальный, здравый, тот же самый православный, любой христианин будет считать вообще каноническим, кто его хоть когда-нибудь раз в жизни читал. Я, конечно же, верю, где как раз много вот этих подробностей именно о Марии, кто знает, да, о ее жизни, об Иосифе. Я не сомневаюсь, что Мария была Девой до того, как она приняла, и в этот раз, в отличие с историей с Исаией, которая была, она приняла именно от Духа Святого, а не от Иосифа. И Иисус действительно младенец, который был рожден от Бога, ибо он и есть Бог, он просто вычеловечился. Но то, что Мария после родов осталась девственницей, опять мы во что упираемся? Опять в предание православной церкви. Что якобы Иосиф там сходил повивальную бабку какую-то привел. То же самое предание гласит, что чуть ли нет повивальная бабка. Это вот у вас, у меня на экране не просто так говорящие такие картинки. Кто знает, помимо Иосифа, богоприимца, там еще была кто? Анна пророчица. Якобы это Анна пророчица, и есть та бабушка, которая повивальная бабка, которая принимала роды у Девы Марии в пещере в окрестностях Вифлеема. Слушайте, предание на предание. Байка на байке, мы эти байки вот так в один комочек собираем, и этот комочек называем истиной. Я, конечно, потедожу весь этот разговор, вы поймете почему. Я просто хочу, чтобы вы поняли логику. Вы меня можете точно так же, а вы обязаны меня точно так же критически слушать. Можете находить в моих, и должны, если вы их видите, находить несостыковки в моих разговорах, в моих проповедях, в моих монологах. Я вот просто, когда слушал Патриарха Кирилла, я вот сейчас вам скажу, ту мысль, на которую я вообще приткнулся просто. Вот он это все рассказывает. И он говорит, что якобы, я говорю, идея-то его какая была, хотя это была идея в идею, он очень растянул проповедь, там на все разные какие-то моменты перекликался. Мне очень запало, и хотелось поговорить именно об отрывке его, так скажем, проповеде, где он вот начинает о богоприимце Симеоне рассказывать. И он говорит, что он же как бы, он вначале ставит вопрос, типа на который он сейчас впоследствии ответит. И он такую логическую цепочку якобы выстраивает, которая у него оказалась незаконченной, невыстроенной, и вообще просто так поговорил и ничем не закончил. Он говорит, что богоприимец Симеон на то и оставался, он же с чего, я вам с чего начал тоже, что он, переводя Писание, книгу пророка Исаия, усомнился в том, что это Дева. Во-первых, я вам говорю, никак Иосиф этот богоприимец не мог усомниться. Это нормально, что женщина должна быть чистой, сочетающейся с любым мужчином, естественно, которого она избрала, или как там это произошло, неважно, их там принудительно, может, даже заставили жениться. Да, что женщина нормальная, да, по идее, мужчины должны быть девственниками. Приписывать Симеону, приписывать именно богоприимцу, вот эту вот сказку всю из него раздувать, причем приписывать, в принципе, человеку заранее, вот именно неправедность и, возможно, даже глупость, что Симеон Новобогослов усомнился в том, что Дева, никто не усомневается. Кто сомневается? Вы знаете, это же ложное убеждение, что говорят, что именно иудеи тоже, типа, отрицают, Кирилл-то и на это намекает. Кто знает, что, типа, вот это мессианское место пытаются там исказить, написать молодая девушка, что, типа, чтобы вот к Иисусу-то не применить. Я, когда книгу пророка Исаия зачитывал, я там все это показал, это только вы сами себе наступили на больную мозоль. Никто из евреев нормальных, никто не отрицает, что это Дева, из иудеев, из богословов иудейских, равенстинских. Вы сами эту глупость придумали и сами же другим еще и рассказываете, что кто-то это отрицает. Вы с нормальным богословом иудейским поговорите, а он не отрицает, что это Дева, что Исаия вошел к чистой Деве. Никто этого не отрицает. Только там не написано, что она Духа Святого приняла. А вы знаете, любой вам еврейский богослов прямо тыкнет, ты, дорогой Кирилл, патриарх, если ты такой тем более умный и столько книжек прочитал, и столько семинарий закончил, ты что, не видишь, написано, что он вошел к ней дальше? Конечно, когда ты вырываешь стихи из контекста, ну ты можешь туда все что угодно вложить. А когда я читаю последовательно здравый, как здравый человек эту книгу, я вижу, что Исаия вошел к этой Деве, и она родила, зачала и родила этого некого сына от Исаии. Какие претензии? Почему мы должны к этому, к Иисусу применять? Разве Дух Святой снизошел на Деву Марии хоть кто-нибудь это видел? Хоть кто-нибудь, хоть один человек, даже в Евангелии в Синодальном, я сейчас, может, к любому переводу обратиться, так как я говорю, хочу, чтобы протестанты эту мысль восприняли. Кто свидетельствовал, что это Духа Святого? Нет, мы просто верим все в это. И я сам верю, я исповедую это более того, я даже знаю это я могу сказать, да. Но доказать объективно я ни на что опереться не могу. Это лишь дело моей веры. И я в этом плане честный человек и другим говорю, пожалуйста, ты можешь веровать, можешь не принять, только ты внутри знаешь, что это правда. Объективно доказать я это не могу. Не могу. Никто, нигде это никак не доказано. Более того, когда вы ссылаетесь на Исаию, ведь в Исаии не сказано, что и примет Дева от Духа Святого. Там же не написано в Исаии. Там написано и примет и родит сына. Она приняла от Исаии, родила сына, и все сбылось, все хорошо. То есть, мы только с вами христиане, это духовно, читая христиане, уже те, кто и так приняли Иисуса Христа за то, что увидев любовь Божию, которую мы познали, как написал Иоанн Богослов, в его жертве, мы уверовали в нее. Мы Иисуса приняли не за пророчество, якобы на нем сбывающее, потому что мы видим, что это пророчество прежде всего было вообще о сыне Исаии, с некой девой. И я логику патриарха-то слушаю, я говорю, так бы вот не хотелось с ним рядом пообщаться и задать ему эти вопросы. Он, значит, оставляется жить до Рождества Христова, до его принесения матерью на восьмой день в храм, и типа вот он увидел Бога, ведь он был оставлен, так скажем, можно сказать, даже в наказание 200 лет жить, чтобы убедиться, как сам по логике патриарха и вот этого его озвучивания, хотите, чтобы это не на него клише не пало, я в его лице всех вижу священников, попов, православия, проповедников, поэтому может относиться, я говорю, если даже к патриарху слышал моего видео, чтобы он к себе на свой счет как бы лично не принимал. Хотя к нему это естественно относится, так как это из его уста выходило, да, вот, я при этом не говорю, что он дурак или еще что-то, да, он это говорит, но это просто фантазии, это бабьи басни, которые, причем, я говорю, просто, знаете, все эти проповеди на уровне бла-бла-бла, как я всегда говорю, потому что логику он ведет и не доводит, он рассказывает, он и начал рассказ о Симеоне, богоприимце, об этом Сретине, только с того, что этот, он же цепочку логическую, которую я вам начал, я ее повторяю, я просто не могу это проповедь у себя в ролике поставить, сейчас везде эти авторские права все блокируют и так далее, но я вам дословно, практически, у меня хорошая память, тем более, это было сейчас назад, да, тем более, я все это и так знаю, и когда я его слушал, внимательно слушал, все ли он правильно говорит, он все говорил правильно, да, по преданию православного, по фольклорному, я его хоть как, чтобы разделить от предания святых отцов, по фольклорному, по бабьему, по околоцерковному бабушкиному богословию, вокруг РПЦ, или прям внутри РПЦ, Симеон, богоприимец, это некий, как я вам, я еще раз повторяю, чтобы мы цепочку уловили, как он и рассказывал, это некий муж, который жил за 200 лет до Рества Христова, участвовал в переводе Ветхого Завета с еврейского на греческий, усомнившийся в пророчестве пророка Исаия в 7 главе 13-14 все стихи, то, что мы с вами сегодня даже в оригинале прочли, что именно Дева, Дева, девственница, да, вы понимаете, Дева сокращенно, это девственница, примет, причем в пророчестве не говорит, что от Духа Святого, ну пусть даже от Духа Святого, я правда, как мог Иосиф думать, что от Духа Святого если там этого не написано, даже Дева Мария, узнав, что она родит Бога, она спросила у Архангела, как это будет, если я Иосифа не знаю, вы об этом никогда не думали, каким образом можно вкладывать в ум Иосифа, Богоприимца, что он усомнился, что она, что девственница, примет от Духа Святого, и даже Дева Мария не предполагала, что ей придется зачать не за счет секса с мужчиной, даже она засомневалась, хотя ей уже ангел прямо возвещает, что она родит. Она не засомневалась, она задала нормальный здравый логический вопрос, как это будет, если я с Иосифом не имею, пусть даже супружеской интимной связи. но более кто знает, вот именно она ее не имела по той простой причине, что она была только взята в его дом, она была только обручена ему, свадьбы Иосифа с Девой Марии еще не было, они естественно до свадьбы, вот именно, еще и не могли быть вместе, вот именно, никто не может утверждать, были ли они вместе после свадьбы, именно поэтому Иосиф и хотел ее отпустить-то. По какой причине? Потому что они даже еще замужем не были, женаты, в союзе, в брачном, ее только обручили, отдали из храма, где Дева Мария служила, так скажем, Богу, ее отдали ему, так скажем, на попеченье, на подготовку и всем этим приготовлением, но они были только обручены, у нас есть обручание, а есть свадьба, кто знает, вообще-то это два разных события. И этот Иосиф, богоприимец, сомневается в том, что это девственница, и вот он видит Бога и говорит всем известные слова, что слава, ну я сейчас своими словами хочу сказать, даже не будем с вами зачитывать, слава Богу, я увидел, да, ты успокоил, я иду умирать. Хотя, вы знаете, нет, я решил все-таки в оригинале их зачитать. И сказал, так, ну давайте, и пришел он по вдохновлению в храмы, когда Иосиф, да, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на нем законный обряд, он взял его на руки, Симеон, богоприимец, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мое спасение, что? Вы простите, я сейчас буду прямо говорить, я надеюсь, не православный, никто, мы взрослые люди, у меня аудитория, судя по аналитике канала, от 35, у меня даже, меня даже 30-летний практически не смотрит. Он что увидел, девственное плево Марии? Я на полном серьезе говорю, я не шучу, я не хочу никого не обидеть, это никакие несакральные, несокровенные темы, мне хочется просто показать безумие православия, и вы знаете, оно же во всем, куда ни тыкнет, там, как Господь говорил об Израиле, пластыри прилепить некуда, потому что все, тело больное, говорит, на тебе нету двух островков, чтобы я пластырь, налепил, потому что пластырь лепится к здоровым местам, а середина пластыря должна быть на больном месте. Вот Господь всегда говорил об Израиле, что у вас, говорит, вам даже пластырь некуда прилепить, вот к православию некуда пластырь прилепить, там, там ложь на лжи ложью погоняет. Вслушайтесь в речь, после особенно, желательно ее добыло послушать, и еще после моего этого видео еще раз послушайте эту речь патриарха Кирилла, в частности, вот этот эпизод, с Иосифом, который он описывает. Еще раз вам цепочку говорить. Некий муж, Иосиф, жил за 200 лет, переводил Ветхий Завет с еврейского на Новый, на книге пророка Исаии, при переводе седьмой главы с тринадцатого, там, и дальше стихов, усомнился в том, что дева зачнет младенца. Скажите мне, пожалуйста, прямая речь в синодальном переводе Евангелия от Луки, где нам описаны все эти события, вообще, ради чего этот весь праздник. Разве Иосиф ответил, вот откуда патриарх Кирилл, зачем он вообще тогда это около церковной бабушкино богословие просто людям в головы вкладывает, я вот просто понять тогда не могу. разве Иосиф ответил здесь на вопрос, поставленный Кириллом? Нет. Я вам даже больше скажу, я говорю, что он сам не ответил на него, пусть даже свои мысли какие-то. Что-то говорил, 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 и ничего, я остался голодным, я так и не понял его мысли. Ибо видели очи мои, но по логике патриарха Кирилла и всех, кто вот это проповедует и несет в массы, он должен был увидеть девственную плеву Девы Марии. Или что он, как он должен был убедиться, что Дева Мария девственница? Вот скажите мне. Он стоит человек в храме, некий Симеон Богоприимец. Идет некая женщина с мужчиной и с младенцем. Он берет младенца на руки и убеждается в том, что Дева Мария дева. У вас как все в голове хорошо после сегодняшнего моего видео? Это вот такие вот проповеди православной слушают. Нет, он говорит, видели, очи мои, спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его удивились сказанному о нем и благословил их Симеон и сказал Марии и матери его вот лежит он. Он сказал, благословенно ты между женами, что ты осталась девственницей, что ты была с девственницей после родов Бога Человека Иисуса Христа. Разве это ответил Иосиф ей? Нет. Вот лежит он на падении и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий и тебе самой оружие пройдет душу да откроется помышление многих сердец. Слушайте может быть была моя ошибка что мы еще с вами я говорю я не умею короткие ролики уже мы к часу подбираемся это надо было все тогда просто сначала ну всю весь этот эпизод прочесть вам и на него сказать вот мое слово но я конечно рассчитываю что какие бы меня христиане православные и неправославные патистанты слушали все таки эти люди знакомы с этими событиями и пожалуйста это событие описано только в одном Евангелии хорошо вы сами можете все прочесть я вам в принципе основное зачитал саму прямую речь по крайней мере по тем Евангелям которые мы имеем самого Иосифа вы в этой речи Иосифа слышите ответы патриарха Кирилла вот все то что они приписали бедному я так назову Иосифу вот этому богоприимцу Симеону и господи я его все ну вы поняли да я его полролика уже Иосифа называю простите меня да Симеону богоприимцу я уж не помню как я вначале говорил что-то меня на Иосиф переключилось Иосиф муж Марии да и Симеон богоприимец я уж Иосиф Иосиф заладила меня где Симеон вот все что патриарх Кирилл с его так называемыми отцами или откуда это бредание до них дошло уже и ведь это же не он он лишь как вы тем более такой человек я специально взял его как кульминацию патриарх патриарх своей организации глава самый высший президент менеджер высшего звена самого как хотите и вот они вот это вот говорят я вот слушал сегодня вынужденно да я так и не понял вообще о чем речь шла вот они вот это все говорят вот вот какой вывод должен сделать человек это послушавший ведь это не соответствует реальности абсолютно ни единому слову начинаем загинать пальцы то есть они прежде всего влагают в бедного этого Симеона богоприимца то что он усомнился переводя пророка в том что обычная женщина чистая женщина сохранившая свою девственность как по идее должна делать нормальная любая женщина она именно принимает от Исаии пророка мужское семя естественно посредством с ним сочетания интимной близости и рожает нормального обычного человеческого ребенка то есть они уже приписывают Симеону богоприимцу то что в принципе приписать можно только заведомо я говорю поставив себе какие-то ложные цели к которым ты должен прийти мы нигде этого не видим мы этого не видим ни в Евангелии где мы вообще должны это увидеть вот все вот эти праздники все проповеди православных они построены на фантазиях я даже не знаю кого когда и зачем почему на каком какую они мысль вынесли я говорю ведь даже если хотел патриарх хотел доказать я говорю что это девственница ведь Симеон новый богослов в концовке увидев ребенка никак не мог убедиться простите меня вы выходите из роддома вот вы меня слушаете у меня плен аудиторию женской и насколько я знаю все в основном взрослые люди у всех дети есть вы выходите из дома ну как кто-то может убедиться какие у вас простите ладно девственности вы не можете остаться нормальные люди какие у вас может быть осложнения проблемы ну как по вам человек это поймет я говорю неужели вот смотрите я о таком должен вообще говорить патриарх он ни к чему не подвел он даже ту мысль которую как бы правда за счет изначальных ложных аксиом дано заложенных задач всегда есть дано потом решение есть ответ да у нас так любая по идее так должна любая нормальная проповедь строится дано кто помнит задачки или вопрос другими словами задача всегда есть дано и что надо из этого дано вывести какой результат который будет являться потом ответом или вопрос ответ есть решение во первых дано заведомо ложное потому что приписывать Симеону богоприимцу то что он усомнился в том что чистая женщина девушка женщина не важно какой он розыск как вы видите вы сами мы с вами прочитали кто хочет убедиться целиком прочитайте кто считает что может я там что-то тоже скрыл там нам не написано ни возраста этой девушки женщины какого она возраста мы даже об эсай толком не знаем книги писания ветхого иного за это не очень плодотворно так скажем да или изобилуют и пестрят числами когда касается каких-то точностей конечно есть но достаточно редко да мы не знаем точного там возраста того же самого Иисуса и так далее там тоже самое с вами видим ну не важно девушка женщина мы видим что она девственница это нормально это нормально а тем более для древнего Израиля для народа древнего Израиля несмотря на всех их грехи Исаев ходит кто знает пророки входили далеко не к этим почему я сказал далеко не к девственницам и не к чистым женщинам и рожали далеко не от чистых а даже специально к блудницам входили почему я сделал акцент здесь мы видим что Но именно поэтому, я говорю, пророки входили к разным женщинам, кто знает, именно здесь акцент и сделан, что именно в частности Исаия, у которого, кстати, уже был ребенок от другой женщины, он берет себе вторую жену, входит к ней, и просто у нас идет констатация, что эта женщина чистая, эта женщина хорошая, эта женщина, сохранившая свою женскую частоту, девственность. Потому что в других местах, я говорю, кто знает, пророки, так скажем, Богом посылали специально войти к блудницам, там, олицетворить блуд Израиля, к Богу, да, специально, чтобы это что-то символизировало. Здесь, наоборот, он входит к чистой женщине, чтобы, конечно же, эта женщина, в принципе, символизировала, я как христианин не отрицаю, что это мессианское место. Но мы-то сейчас не об этом говорим. Мы-то сейчас говорим о том, что чего еще туда-то напихнули. Удивительным в том, что мужчина входит к чистой женщине, нет ничего. Ничего. А что она от Духа Святого зачала? Патриарх не преследует эту тему, ее невозможно тоже доказать. И в этот раз, я говорю, патриарх, и как и многие, мы, я почему-то сегодня тем тоже не трогаю, мы чуть-чуть сузили, когда говорили там о евреях, что кто-то верит, об иудеях, признающих эти места, нет. Я специально хоть наполовинку обрезал, и чтобы видео не такое полноценное, я говорю, посмотрев, прочитав со мной книгу пророка Исаия, там я уже все вопросы коснулся. Сегодня я касаюсь конкретно речи патриарха, так скажем, вот именно взяв за основание этот эпизод из Евангелия, они сделали праздник, правда, еще к нему кучу праздников присовокупили, помимо того, что это обрезание Господне и молодежный день, православная молодежь, что только не вложили. И конкретно, я говорю, мне вот хотелось на это место поговорить. Объясните мне, как, даже по словам патриарха, он так и не закончил свою мысль, и куда-то дальше его понесло. Хотя он долго об этом говорил, вел, 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 что вот, он же как бы, он говорит, как проповедь строится. Всегда есть завязка, кульминация, развязка, предисловие, послесловие, как любая книжка пишется, как любая задача решается. Я вот вам сегодня поставил вначале, что мы убедимся с вами во лжи и абсурдности, и вообще порой, ну, просто бессмысленности православных этих проповедей, учений и так далее. Потому что патриарх начинает за здравие, да, он говорит, так, сейчас мы узнаем с вами, почему, вот, вот, Симеон, кто он такой, почему он принял, да. Он как бы начинает с предисловия, делает вам завязку в чем, что вот сейчас мы узнаем, что Симеон-то это тот, кто тот-то был, что он не поверил, что это Дева Мария, был переводчиком Ветхого Завета с еврейски на гречески, не поверил этому слову и убедился. И как? И никак. И никак. И никак. И никак. Сам вот так же своими словами пересказывает его вот эти речи, которые я вам специально решил все-таки не своими словами, а прямо процитировать из Евангелия от Луки. Он говорит Деве Марии вообще о другом, он пророчествует ей о будущем Иисуса, о том, что он будет, да, младенцем и вырастет, и будет человеком, о котором кто-то будет соблазняться, кто-то, наоборот, благодаря познанию истины через него будет вставать на совершенный путь познания Бога истины, любви, радости, смирения, кротости и терпения. Да, и в оконцовке закончит он свою жизнь страданиями за эту истину, эту проповедь, несением людям счастья. Вот что говорит Семен на богословке. Что наговорил патриарх? Если этот кусочек даже вырезать, потому что он много чего говорил, как-то у него получилось очень пространный тлад, меня самого в разные мысли несет, поэтому у меня даже в своей проповеди сейчас брать сестрам не помогает, мы даже нарезаем кинут кусочками. За это, я говорю, я его не осуждаю, так скажу, но это была, он же хотел подвести эту мысль. Подвел он ее, закончил, нет. Но при этом у всех, кто его слушали, будет мысль о том, что этот Симеон богоприимец некий, был переводчиком Писания Ветхого Заята, а мы этого не знаем. Что он был этим семейцем, мы этого не знаем. Что это он жил 200 лет, а мы этого не знаем. Жил ли он 200 лет, сейчас вообще реально ли 200 лет прожил, а он больше 200 лет прожил, мы этого не знаем. Он, переводя Исаия, усомнился в том, что Дева зачала от Духа Святого. Мы этого не знаем. Во-первых, я говорю, более того, мы проанализировали все логично, можем понять, что у него и не могло, у нормального человека, может у православных возникают сомнения, которые они почему-то Симеону богоприимцу приписывают. По мне, так у Симеона не могло возникнуть такого вопроса, потому что когда я читаю пророка Исаия, даже у меня не возникает. А если вы считаете меня наверняка грешником и еретиком, то уж тем более, если у меня такой глупой мысли не возникает, с чего она возникла у праведного Симеона богоприимца. Если прямо читая пророка Исаия, мы видим, да, что он вошел к нормальной женщине, сохранившей свою чистоту под названием, как мы все называем, девственность. Что там удивительного? В чем у него было сомнение? Ну хорошо, я говорю, и дальше продолжаю цепочку. Дальше что оседает у слушателей таких проповедей? Что он был оставлен жить 200 лет, чтобы убедиться, что все-таки эта дева зачела и родила сына. Убедился он? Нет. Никак он не убедился. Я буду прямо говорить, чтобы у кого-то встало что-нибудь в голове на нужное место. Он ее что, на гинекологическое кресло посадил? Каким образом он, глядя на Иисуса, взяв его на руки, убедился в том, что Мария, более того, не то, что зачела девой, а еще и осталась по православному, опять якобы, около церковному бабушкиному богословию? Вот объясните мне, каким образом. Во-первых, каким образом он мог узнать, вот именно, речь даже не идет, причем я опять, это я уже раздуваю, а надо бы это отбросить. Речь не идет о том, что она осталась девственницей по православному, около церковному бабушкиному богословию. Вы скажете, я говорю, только может быть ему вот Анна пророчица, якобы повивальная бабка Девы Марии рассказала? Хорошо, опять, как он убедился? Только услышав Анну пророчицу? Зачем тогда ему надо было видеть Иисуса? Ну, она бы ему сказала, и все, и он бы умер. Зачем ему надо было видеть? Раз она была в это время в храме, мы видим одновременно, они там вечно находились в этом храме, каждый день ходили туда, может, даже и жили. Зачем Бог попускает Симеону именно увидеть? Ведь Петриарх ведет именно, что он же... И причем это я вам, и вы мне можете... Почему я говорю, знаете, я вот люблю общаться именно конкретно. Потому что православные начнут защищать и скажут, ну вот да, это я уже, видите, теории выстраиваю, оправдать как бы якобы, что это вот дева, это Анна пророчится ему. Она не зря здесь так на картинке, почему мне эта картинка нравится. Потому что я об этом хотел сказать, и мне даже сама картинка подсказывает. Это же я придумываю теории, знаете, как в полиции, там, в этом, в криминальном деле. Я лишь придумываю, как там называют эти всякие следствия, ведут колобки, и что я там придумываю, эти теории, как они правильно называются, я забыл слово, но вы поняли, да? Вот, развитие событий. Но Петриарх об этом не говорит. Он не говорит, что Анна пророчится, ему сказала, нет. Петриарх пытается, получается, из его логики, которая полностью отсутствует, надо сделать вывод, что он, увидев ребенка, узнал свою ошибку. Как это? Развенчалось его сомнение, и он уверовал в то, что это дева зачила. Как он узнал уже у родившихся ребенка, как зачинала Ева? Уж об этом, и это я как раз говорю, что как раз, знаете, в теории, в православном предании в том, что она осталась девой? Более того, он еще мог убедиться, я вам говорю, как. Ну, тут два способа. Либо ему кто-то сказал, естественно, вот в виде Анны пророчицы, якобы, которая была повивальной бабкой при рождении Иисуса, либо он сам это проверил. Так я эту теорию могу тоже извинчать. То, что она потом стала девственницей, не факт, что она была девственницей. Так он-то сомневался, что она зачнет девственницей. Скажите мне, пожалуйста, как Симеон, да, Симеон, я уже с Иосифом заговорился тогда, как Симеон, богопримец, смог узнать, что она именно зачила девственницей? Может быть, Бог потом за ее, может быть, она зачила блудницей? И кто знает, я почему об этом говорю, потому что я говорю, специально на основании ССА, мы знаем, кто знает других пророки, специально входили к блудницам. Бог так делал. Специально. На каком основании, на каких объективных аргументах Симеон, богопримец, сможет и смог, увидев Иисуса, взяв его на руки, убедиться, что Мария на момент зачатия была девой. И зачала, кстати, что она от Духа Святого. Объективные, пожалуйста, мне аргументы. Хотите в комментариях православные, кто это будет защищать? Протестанты, наверное, тоже в это верят, во все. Объективный документ, аргумент, хотите в комментариях, хотите, пишите, звоните, в личку. Я везде доступен. Только не просто ты нехороший, ты что, на что ты руку поднял, пету, тут волос возвысил. Это все вещи нас окружающие, людей нормальные. Я считаю, что христианин должен быть не вот таким вот. Сейчас у меня тоже есть картинка. Многие уже видел. Я хочу людей освобождать, да, делать счастливыми. И мне хочется, чтобы люди такими были, а уж тем более меня, кто окружает. И вокруг себя я хочу найти людей, таких, у которых не соответствуют вот этой вот картинке. Поэтому, да, те, кто считает, что я не должен мыслить своей головой, да, всю ахинею, всю лапшу, кашу и, простите, блевотину, которую мне в голову вкладывают, я должен зачем-то у себя держать, мало того, что принимать в голову, потом еще держать все, это еще на других выплескивать, расплескивать из этого чана. Вот уж простите, я, нет, я не такой. Объективные аргументы из всей этой речи патриарха, я бы назвал незаконченной мыслью, не логически никогда. На каком основании? Ну, из того, что он говорил, сначала до ноты берем мы его и видим, что патриарх не решил этой задачки. Кто, пожалуйста, кто закончит его речь? Объективные аргументы, свидетельства, доказательства, каким образом? Я вот ставлю, я сам ответил на этот вопрос, никаким. И вообще все это, все дано, все это полный бред православный от начала до конца. Ничего мы об этом Симеоне не знаем. Все, что вам говорят православные, это просто сказки. Я могу такую же вам сказку какую угодно сейчас придумать, что он живет еще со времен Моисея и так далее. Я вам могу любую сказку тоже придумать. Может быть, выпущу ролик, если Бог на сердце что-нибудь положит, какую-нибудь вам такую историю подать о Симеоне. Прямо заковырчатую, прям красивую, такую сладенькую. Но я просто не силен на это дело. Да нет у меня такого даже рассказчика, поэтому вряд ли. Поэтому я на вопрос отвечаю. Это полная чушь и полная лошадь, ну или фантазия, если это не специально, это просто фантазия. Ну а тех, кто хочет защитить эту теорию, я призываю, подготовьте, если вы будете мне звонить или писать, объективные аргументы на основании Евангелия, тех переводов, которые существуют, неважно, можете пользоваться любым переводом, синодальным, новым русским, там, Десницкого, Королякова, мне без разницы, где на основании Евангелия того, написанного, которым все христиане, в принципе, признают и пользуются, неважно, насколько там правдивых, с искажениями или абсолютной истиной, как некоторые почитают, я могу объективно прочитать и убедиться, что Симеон, богоприимец, приняв на руки младенца на восьмой день его рождения в храме, убедился в том, что Дева Мария зачала этого младенца, будучи Девой от Святого Духа. Вот мой конкретный вопрос. Объективные аргументы из тех событий. У вас, в принципе, только 17, только какая-то вторая глава, получается, Евангелие от Луки и все. В принципе, у вас других мест просто нет. Ну, может быть, вы найдете, может быть, у вас есть какой-то другой Евангелие, или я какие-то другие переводы не читал. Пожалуйста. Вот на этом мой ролик заканчивается. Я еще раз вам покажу эту прекрасную картинку. Я вам желаю, я как сказал, все-таки это мое решение задачи, мое к вам такое домашнее задание, и последнее, что это мой вывод. Я вам всем желаю, я говорю, цель этого ролика не быть простофилями, не быть дураками, не быть глупцами, не быть невеждами, быть людьми разумными, умными, вдумчивыми, делающими выводы, смелыми. Потому что, чтобы, вы знаете, принимать решение, надо быть смелым. Надо признать, что ты за свою жизнь дашь сам отчет, чего православные, конечно, с протестантами не признают, с католиками. Они считают, что одни спасены по вере, другие слезами под батюшкиным полотенчиком. Ну, и то, и другое тоже является ложью. Об этом я постоянно говорю на своих каналах, в своих проповедях. Человек – это то, что он есть. И пожинать свои плоды жизни он будет сам от того, как он жил и что он делал. А его дела зависят от его мировоззрения, от его учения. Если у вас вот в голове будет вот это вот, что вот на этой картинке, у вас, соответственно, будут и дела. Ну, и, соответственно, будете пожинать соответствующие плоды. Поэтому я вам всем желаю освободиться, набраться смелости, и все-таки вдуматься в то, вдумываться в то, что вы слышите. Пожалуйста. То есть такая же критика моих видео. Я разрешаю на свои видео, в отличие от других, даже резать, если вы хотите разобрать вот так, и дать мне ответ. Я даже такой ролик с удовольствием посмотрю, если вы будете меня, ну, как это называется, подкастом записывать, останавливать, на паузу давать, внятный, вот, да, где я не прав, что я где соврал, или исказил. Пожалуйста, без оскорблений. Вы как слышали, я не говорю, что Кирилл некрасивый, да, идиот, или еще что-то, или голубой. Да, я этого не говорил, вот, потому что я этого не знаю, и что мне до этого, если я разбирал конкретные вещи. Патриарх Кирилл высказывал одну из, одну из басен своей организации, да, причем на основании того же Евангелия, который есть у всех, и оно не православной секте принадлежит, да, я просто сравнил для вас, не то же даже Евангелие, даже Библии, всех, всех писаний и Ветхов, в том числе, за это мы же сегодня с вами Исаев брали, они есть у евреев, пожалуйста, они принадлежат не православной организации, да, и как мы видим с вами, ничего там не стыкуется, да, это все можно послушать, но если вам это близко, пожалуйста, вы можете принимать ложь, вы имеете на это полное право, я на вашу свободу в этом плане не претендую, но те, кто действительно чувствует, что что-то не так, да, и чувствует, что он будет давать отчет за свою жизнь, а вы будете это делать, то я вам рекомендую настоятельно от чистого христианского сердца советую жить смело по своему алчущему, жаждущему правде сердца. На этом у меня все, я надеюсь, этот ролик, я говорю, оказался полезным, именно назидательным, ну, и для кого-то, может быть, даже отрадным уже сразу станет, да, потому что ничего нас не делает так счастливым, как истина, которая нас освобождает, ну, естественно, по этой истине надо жить, иначе ты начнешь быть еще более несчастным, потому что начнешь жить двуличной, триличной и прочей, прочей, ичной жизнью, вот, только тот человек, который освобождается от всего и живет только так, как говорит ему, Господь обретет полноту, счастье во всем. у меня на этом все, я с вами прощаюсь, всем желаю всего самого доброго в вашей жизни, ну, и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok